К другим новостям. К предстоящим выборам готовы. По всей России накануне официально стартовала выборная кампания. Сейчас идет процесс выдвижения и регистрации кандидатов. Территориальная избирательная комиссия Кунгура, как и все выборные органы, тем временем проводят активную подготовку к грядущему мероприятию. Сегодня в здании Центральной городской библиотеки состоялся завершающий семинар для членов территориальной избирательной комиссии в рамках обучения сотрудников. Председатели их замы и секретари участковых избирательных комиссий еще раз взяли на заметку все изменения в законодательстве и нюансы предстоящих выборов. По измененному уже законодательству в этом году кандидаты должны представить в окружную избирательную комиссию 3% подписей от численности избирателей. Значит, минимальное число подписей будет 2211. Это подпись для регистрации. Максимальное число, которое могут представить кандидаты, это 2432. На территории нашего города в день выборов будет работать 34 избирательных участка. Избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной думы и Законодательное собрание Пермского края. В связи с этим каждый совершеннолетний гражданин получит два приглашения на выборы. Особое внимание будет уделено маломобильным группам населения. Всем это понятно, что у нас не все участки, где есть пандусы, оборудованы пандусами, поручнями для таких избирателей, которые маломобильные группы населения. Но, тем не менее, по максимуму постараемся отработать именно по этой проблеме. Ну и, конечно, у нас остается голосование вне помещения. Те избиратели, которые не могут прийти самостоятельно, мы, когда раздаем им приглашение, сразу берем у них заявление о том, что они будут голосовать вне помещения. Стоит отметить, что финансовое бремя выбранных мероприятий целиком ляжет на федеральные и краевые бюджеты. Муниципальные образования не потратят на проведение ни копейки. Но все расходы по участкам находятся под контролем, ведь члены комиссии работают на своих должностях постоянно. Члены участковой избирательной комиссии считаются, что работают на постоянной основе, так как у них срок полномочий 5 лет. Мы их сформировали в 2013 году, они отработали местные выборы, а сейчас будут работать на федеральных выборах. Потом в 2017 году у нас региональные выборы и 2018 год. Электоральный цикл завершается, как правило, выборами президента. То есть работа практически каждый год. Поэтому проводим обучение участковых избирательных комиссий и готовим их непосредственно к работе. Напомним, выборы в России пройдут в единый день голосования в воскресенье 18 сентября.